Брэм, можем ли мы сегодня поговорить о твоих ножах? Да. Немного мастеров, которые делают свои ножи. Я думаю, это новый высокий уровень мастерства. Не мог бы ты рассказать нам о том, как работать с этими ножами и какая техника соответствует каждому ножу? У тебя есть много ножей в каталоге. Мы можем по ним пройтись? Конечно. Начнем с этого. Он красный. Это безопасный тренировочный нож. И есть еще другие цвета. Профессор Прейсес рекомендовал всем нам использовать этот нож. И я решил сделать то, что можно использовать. Компании, которые производят ножи, начали говорить, зачем делать тренировочный нож? Тренировочный нож – это самое главное. А настоящий нож в поединке может быть... Человек использует его раз или два в жизни. А вот тренировочный – постоянно. Я называю это отцом тренировочного ножа, потому что понадобилось 30 лет, чтобы люди поверили в тренировочные ножи. Это моя последняя версия тренировочного ножа. Можно играться, используя указательный палец. Есть ложечный зажим. У меня только одна форма тренировочного ножа. С ножом можно делать много, он безопасен. Когда нож открыт, можно тренироваться и делать захваты. Человек, который использует тренировочный нож – очень опасный человек, потому что он приучен к постоянному контакту с ножом. Если используется настоящий нож, то человек никогда не соприкасается с самим лезвием. С этим ножом есть постоянный контакт. Человек учится резать. Любой человек, который занимается с тренировочным ножом, понимает это. Что отличает этот нож от других? Есть открытие бреша. Им можно сделать захват. Одно соприкосновение, и клинок открывается. Также он может использоваться, чтобы перенаправить движение и сделать обратный захват. Можно им контролировать действия человека. Этот трап позволяет делать джиу-джитсу, киешу-джитсу. И его очень удобно держать в руках за счет рукояти и самого клинка. Есть также претины на нем. На настоящем клетке их больше. Что касается ложечного зажима. Я был со своей женой Мэри в ресторане и игрался с ножами. Крутил в разные стороны. Подошла официантка и забрала ножи. Тогда я взял в руки вилки. Начал крутить вилки. Игрался с вилками. Снова подошла официантка и забрала вилки. И как только я взял ложку, хотел ее крутить, ложка повернулась не туда, куда я хотел. И я попросил принести еще ложки. И продолжил свой эксперимент дальше. Таким образом, я пришел к тому, чтобы поставить ложечный зажим, как часть этого ножа. Можно увидеть, что он плоский, не такой, как обычные зажимы. Оно не создает сопротивления. И указательный палец ложится удобно на него. И без перекладывания ножа из руки, можно крутить ножом, используя указательный палец. Есть ножи, которые мгновенно открываются, когда ты вытаскиваешь его из кармана. Этот нет. Нужно прикоснуться к трапу, чтобы он открылся. Этот трап обеспечивает функцию молотка. А молотком бить умеет любой человек. Я не переживаю, что клинок откроется. Я прикасаюсь к нему, и он открывается. Да, я понял. Хороший дизайн. Если подходит противник, человек может закрыться руками, в это время выставив нож тыльной стороной, что повредит руку нападающего. Во время панической ситуации, например, женщины будут закрываться и махать руками со словами «Уйди, уйди», с таким ножом в руках можно делать то же самое. Но при этом этот выступ будет попадать в нападающего, как молоток. Любой человек может бить молотком. Даже моя бабушка в 94 года могла бить молотком. Мы даже шутили над этим. Мой отец раньше проводил время, играя в карты у входа в метро. В детстве мне нравилось наблюдать, как работает механизм в подземном метро. Прикосновение к выступу в этом ноже позволяет клинку мгновенно открыться. Если я подойду к человеку и нанесу удар, то клинок откроется. Скажем, начинается поединок с оппонентом. Мне стоит всего лишь подойти и прикоснуться к нему, и клинок открылся. Когда-то я делал ножи с двойными выступами. Есть ножи шкотовые, носят в кармане, но они так легко открываются, что человек, вероятно, порежет сам себя. До того, как он поймет, что нож открылся. Но если речь идет о противнике, и у него откроется нож в кармане, то это нормально. Также посмотрим на форму ножа. Он не прямой. Он сделан таким образом, чтобы было удобно держать в руке. Дизайн рукоятки похож на пистолет, как видишь. То есть модель огнестрельного орудия. И он сидит в руках так, что его сложно выбить. Также есть предохранитель, который защищает от пореза пальца в случае, если лезвие закроется. Так как клинок в поле моего зрения, и я вижу, что клинок стоит неровно, я его могу быстро поставить в исходное положение. Модель огнестрельного оружия. Например, когда заканчиваются патроны, нужно перезарядить оружие. Так же и с ножом. Если вижу, что клинок стоит неровно, я его ставлю в исходное положение. Потом можно его быстро закрыть и превратить в молоту. То есть дизайн сделан таким образом, что его можно использовать разными способами. Отмечу еще раз, что это не боевой нож. Есть люди, которые используют кухонные ножи. Некоторые из них сделаны такой формой, что его невозможно поставить на стол, так, чтобы он стоял. Я покажу тебе поближе в камеру устойчивость этого ножа. То есть он очень устойчив на ровной поверхности, и можно разрезать что угодно таким образом. Я буду держать его в руке, а ты представляешь, что он стоит на ровной поверхности. Я понял. Так видно? Да. Я могу крутить и разрезать. То есть выступ на задней стороне ножа позволяет ножу устойчиво стоять на твердой поверхности. Кончик смотрит вниз. Это измененный тип ножа Брэм Буди. Когда я учился работать с ножом, я брал обычный шнур и резал. Я также продумал то, чтобы можно было резать вещи, вставив их посередине, и аккуратно крутить. Как ты видишь, внутренность дутая. Я могу выбрать нужную мне глубину и не разрезать полностью. Если нужно, то можно и полностью разрезать. Также нравится, что можно разрезать простым надавливанием сверху, и также при вынимании ножа назад. Нож сидит очень плотно в руке. Представим, что противник идет к тебе. Предположим, что это его рука. Ты держишь его руку, и нож режется об руку. Есть мастера, которые учат, как бить ножом, но для этого нужно расстояние. С этим ножом недостаточно соприкосновения, немного давления, и нож входит в поверхность. Что означает, что мне совершенно недалеко до следующего пореза ножом. Например, клинок упал вниз, но все равно он не порежет мои пальцы, так как есть предохранитель. До тех пор, пока рукоятка в моих руках, лезвие меня порезать не может. Инструмент должен быть в помощь. Можно также его использовать и как молоток. У меня есть друзья, которые используют выступ для выскабливания чего-либо. Также этот выступ позволяет поставить палец на лезвие и надавливанием можно резать. Это может пригодиться в разделывании животных, где нужно использовать кончик ножа. Можно разрезать на мелкие кусочки. Очень полезный инструмент. Можно использовать ножи в кухне для готовки пищи, открывать упакованные вещи, разделывать рыбу. Я также начал делать удлиненные, цельные клинки. Как ты видишь, они идентичны ей. Единственная разница в длине лезвия. Но рукоять идентична, так как привыкаешь к одному типу рукояти. Так как у этого клинка длиннее лезвия, кончик, им легче все решать. Так как у этого клинка длиннее кончик лезвия, им легче решать. Опять же, рукоять идентична. Ты можешь купить любой из моих ножей. И рукоять у всех одинаковая. То есть практика использования ножа у всех одинаковая? Да. Указательный палец остается на том же месте, только длина лезвия другая. На цельном ноже вместо трех. Все мои ножи идентичны. Есть вот такие чехлы для цельных ножей. И с магнитом. И так как ножи идентичны, можно вставить их в любой чехол. По форме лезвия можно увидеть, что можно разрезать, используя кончик ножа. Этот нож удобен для женщин. Он маленький. И можно положить его вовнутрь нижнего верхнего белья. Такой же выступ в нем. Тактика тоже такая же. Да. Женщинам свойственно держать руки в области груди. И поэтому им удобно хранить нож в белье. Если мужчина поднимет руки таким образом, ему сразу скажут, что ты делаешь. Но так как у женщин есть груди, для них свойственно закрывать их руками. И если оружие спрятано в бюстгальтере, и они прикинутся и закроются руками, то оружие уже у них в руках. И первое, что они могут сделать, это использовать его в качестве молотка. Рукоятка, зубчатая поверхность, им также можно делать захваты и бить. То есть тактика та же, только размер другой. Понятно, что любой нож будет работать. Мне нравится делать ножи филиппинской системы, нравятся ножи джи-джитсу. Например, специалисты по массажу, они знают каждую мышцу, массируя ее. Они знают, где находится нервное окончание, которое отвечает за тот или иной орган. В боевой системе делаются захваты, удары. Есть люди, которые удивляются тому, насколько хороши люди в технике, в захвате. Но ведь смысл не в этом, а в том, что они знают ток, как надо делать захват, куда поворачивать. Я хочу, чтобы то же самое мог делать обычный человек, используя нож, так как есть выступ, и я могу им делать захват и соприкоснуться с нужной точкой. клинков. Когда я делаю дизайн своих клинков, я стараюсь сделать их полезными. Мой дед был художником. Он постоянно точил ножом свои карандаши. Также можно этим выступом порезать труднодоступные поверхности. Это новейшая модель. Есть зубчатый выступ и есть крючок. Эта деталь снимается. Видишь, деталь с тремя треугольниками. Она как пазл, ее можно снимать. Этот нож был сделан так, что с небольшим усилием он прорезает поверхность. Этот нож больше для поединков? Да. Крюк не острый. Его можно использовать, чтобы цеплять что-либо. Это не шарф, но это из ангела, чтобы они могут в что-то. И мои фикс плейки работают так. Я хочу сделать стандартизированный клинок. Тот, который я тебе показывал, когда решил сделать еще другие модели ножей. Я решил сделать катанку. Первая в мире складывающаяся катана. кончик. Видишь, какой кончик? То есть тактика близка к самурайскому мечу. Да. Этот нож с копьеобразным зубом. У моих некоторых старых копьеобразных ножей ломались концы. у этого ножа зуб входит прямо в поверхность и полностью все лезвие вплоть до конца сделано очень прочным образом. С этим ножом зуб почти никогда не задействуется за исключением если нужно что-то протыкать. тактически понятно то, что я сделал совсем недавно так это у этого ножа зуб другой можно разрезать просто углом то есть есть три режущих поверхности зуб само лезвие и короткое лезвие до зуба если мы говорим о последних ножах тактика работа с ними такая же или есть отличия нет все одинаковые я задумал так что вне зависимости от лезвия оно будет делать все что угодно и поэтому я говорил что форма вот такой формы тренировочного ножа подойдет для любого человека тактика одна и та же форма лезвия уже зависит от характера человека они все режут у всех есть выступ если я попрошу человека который тренировался с тренировочным ножом ударить ножом то это для него не сложно тактика использования будь то на человеке вырезание скульптуры в быту использование как ножницы во всех случаях нож сработает одинаково есть люди которые могут спорить до бесконечности о том какая форма лезвия лучше я говорю что у меня есть пять лучших форм и они могут сделать все что угодно включая выступ и рукоять все мои инструменты одинаковы это облегчает мне жизнь также это удобно для тех кто покупает мои ножи они точно знают что делать мне нужны инструменты которые может использовать каждый не важно какая форма лезвия это как кухонные ножи разные формы разные функции есть парни которые просто озабочены формой лезвия я делаю все что могу чтобы у меня были формы лезвий которые они хотят были люди которые спрашивали у тебя есть тактикал тантру сейчас нет тактикал персон есть когда я режу единственное чем я могу это сделать это зубом концом середина лезвия не режущая можно использовать зуб и резать вот так когда я слышу людей которые говорят о таких лезвиях я говорю но вы же можете использовать только зуб нужно надавливать а персон абсолютно другой его зуб смотрит наверх чем ниже зубьев ниже угол это означает что нужно прилагать усилия чтобы провести по поверхности концом это не гладкий разрез поэтому конец мечей изготавливать стали таким образом чтобы можно было сделать очередной замах а не чтобы он застревал после одного нанесения удара физика конец сделан таким образом чтобы рассекать субстанцию у ножа должно быть такое лезвие что позволяет понемногу рассекать например в поединке одним этим ударом можно рассечь человека но это сработает только если клинок очень острый и только один раз концептуально когда наносится удар ножом он остается между двумя плоскостями то есть получается клин а он предназначен только для того чтобы рассекать субстанции на части если есть длинный клинок которым можно провести одним взмахом и он рассекает субстанцию это классный инструмент очень удобны ножи овальной формы например если нужно перехватить веревку из ровного ножа он может выскользнуть а вот из полукруглого нет например коса фермерский инструмент например кухонные ножи и нужно давить тогда на субстанцию вкручивающими движения можно резать и спереди и сзади мне не очень нравятся типы клинков Уоррен Клифф у всех моих друзей моряков были такие также мне не нравятся слишком замудренные концы лезвия мне нравятся более простые формы например вот такой нож особая форма клинка дает определенный баланс для того чтобы резать представим что мы используем нож против человека и что нам нужен удар ножом с минимальной затратой энергии безусловно вначале нужно разогреться и использовать функцию молотка до того как я начну резать лучшее использование клинкового оружия это когда минимален летальный исход многие начинают голословничать я ударю ножом так сяк я по-моему говорил в первом интервью что если конечности перестанут функционировать то все человек уже не может ничего делать нужно уметь останавливать человека например руку противника как только клинок соприкоснулся с рукой можно начинать его резать можно разрезать всю его одежду разрезать по рукам то есть ты контролируешь оппонента чем менее летален исход тем лучше при использовании этого оружия легко повредить конечности человека лимфатические узлы чтобы обезвредить человека можно полностью тело человека повредить ножом человек будет умирать медленно человек не умирает быстро медики парамедики изучают эти сферы но если уметь повреждать определенные части конечностей то человек не сможет ни держать оружие в руках ни спускать курок ничего то есть просто туша так же конечности ног людям с одной ногой крайне сложно что-либо делать думаю самое главное в бою не убить человека а полностью сделать его неспособным то есть чтобы он не мог ничего делать знаешь как раньше люди например использовали в поединках мечи недавно я был в одном музее там висели прямо мечи с руками рука Ричарда третьего прям там же висела вместе с мечом ее просто отрубили также нужно отметить что инструмент должен быть применим не только в драке с дерзкими парнями но и для других целей понятно что 7 миллионов лет назад не было так что одному человеку резко взбрело в голову сделать клинок он использовался намного ранее археологи этим занимаются есть кости на которых есть следы клинка нож это первый изобретенный инструмент в принципе человек совсем не поменялся даже за почти 3 миллиона лет многие цивилизации просто исчезли в современном мире много новшества но сама суть концепция ножа его использования не поменялась возможно сам нож дизайне изменился в силу общества религиозных убеждений и так далее и тому подобное но основа осталась такой же все люди функционируют одинаково так же и нож он используется чтобы отделять одно от другого собак существует только одна порода собак только одна порода кошек потом уже люди начинают создавать новые породы так и с ножом есть много разновидностей ножей с предохранителем без но в конце концов лезвие остается лезвие у всех лезвий одна функция Брэм а есть ли у тебя еще другие ножи меня есть целый шкаф тут все ножи разные очень много людей используют карамбит он широко используется в Индонезии Малайзии Филиппинах этот хук изобрели американцы раньше хука в Малайзии Индонезии не было сейчас уже появилось после того как американцы его придумали раньше хук делался из кожи без металла этим ножом можно резать только держа нож в перевернутом положении в исходном положении он не работает за счет этого хука можно переворачивать нож не убирая руки от клинка можно вертеть нож в руках есть люди которые вертят нож в руке и говорят о сейчас я нанесу удар ножом нет они не сделают этого не смогут даже при надавливании пальца вот таким образом уже доставляет неудобство моим пальцам но люди верят всему безусловно так есть в ноже и выступ можно с легкостью использовать его как молоток когда клинок закрыт с открытым клинком в исходном положении лезвия также можно наносить удары как молотком я сейчас покажу как можно держать рукоятку это называется расширенный обхват высокий обхват или я просто могу полностью схватить рукоять не используя хук используя указательный палец я могу перевернуть клинок и взять передний обхват клинка и можно уже работать смысл в том чтобы мочь резать клинком и в исходном положении у меня есть похожий на этот нож но немного с другим лезвия также есть предохранитель видишь ну да да и конечно он открывается точно таким же способом как и другие открывая клинок и уже готов наносить удар можно подойти к оппоненту с клинком держа его за хук также удобство этого ножа в том что можно обрабатывать что-либо потом используя хук перевернуть на тыльную сторону ладони собрать все что я нарезал снова перевернуть клинок и продолжать работать как я говорил хук этот открыт на западе но в бою нужно быть крайне осторожным и держать палец в хуке порой может быть самым нежелательным так как палец просто могут сломать в этом году я сделал хук главным образом потому что моей подруге он нужен на ее курсах в Афганистане она носит этот инструмент всегда с собой есть еще такой нож очень маленький да он очень маленький помещается в руке можно сразу вытащить и держать его возле горла противника он режет поверхность с небольшим усилием также можно сделать захват используя тыльную сторону а после всего этого нанести удар рука сливается с рукояткой его сложно выбить из рук это первый женский нож который носится в бюстгальтере у него специальная закругленная форма чтобы было удобно носить в белье его можно с легкостью вытащить и противник сразу встретится с молотком также можно сделать обхват трапа можно царапать им и как только идет соприкосновение с трапом лезвие мгновенно раскрывается можно делать захват и цеплять наносить удары у этого ножа более укрепленный нос и в этом месте лезвие не острое можно чистить ногти убирать катикулу открывать баночки с соком а если резать поверхность видишь как получается носа чтобы сделать надрез кончиком ножа нужно приложить усилие как я уже сказал так как конец не острый женщины могут использовать его чтобы чистить ногти придавать форму если ноготь сломался убирать кутикулу и самое главное он помещается прямо в бюстгалтер то есть можно носить и никто не увидит что при себе есть нож любой человек может делать ножи но весь вопрос в том насколько рабочий этот нож когда мои ученики начинают что-либо говорить о ножах других школ я сразу говорю возьмите его в руки попросите чтобы они взяли в руки они радостно и воодушевленно берут его в руки потом резко останавливаются нож просто не сидит в руке любой человек может сделать нож но не у каждого ножа будет нужный баланс нужная пропорция не с каждым новым будет удобно работать не у каждого ножа будет соответствующее лезвие есть много знаменитых производителей ножа я просто улыбаюсь им жму руку и говорю спасибо большое потому что когда берешь нож в руки не важно какие они знамениты он просто не сидит в руке нож должен чувствоваться как будто оно дополнение твоей руки если это не так то это не тот нож рука и нож должны стать одним не важно какая рука и в какой позиции так же с молотком берешь молоток и в руки и чувствуешь что что-то не то есть люди которые говорят что в принципе можно сработать этим инструментом но все же это просто не то это еще одна причина почему ножи почти все одинаковые у меня есть ножи без предохранителя и место где лезвие соединяется рукояти поэтому рука выскальзывает и таким образом многие люди из-за этого потеряли свои жизни очень важна рукоять чтобы рука не выскальзывала когда ты первый раз спросила ножа которые я делаю понимаешь мои ножи их дизайн и моя система ножевого боя она как рука об руку я очень люблю оружие мечи ножи мне нравится смотреть на то как прогрессировало оружие меч нож эти ножи также можно использовать например в смешанных системах филипинская китайская испанская и с чем-то еще смешанная европейская система работы с мечом с ножом и так далее в филиппинской системе много можно увидеть того что было еще во времена Рониэла Дактерза когда человек подкрадывался и забирал оружие так как у него не было острого лезвия так же тогда использовались и палки когда делаешь нож все зависит от того чем ты занимался ранее сейчас приведу примеры ты все поймешь Берни Иберсон и Келли Ворден являются двумя примерами воинов они знают что такое оружие и это отражается в их ножах эти люди которые были инструкторами ножевого боя инструкторами воинских искусств и их ножи работают есть много других учителей и их ножи не работают те которые делают ножи как положено у них ножи будут рабочие например если один мастер обучал своего ученика и тот стал делать ножи я отличаю производителей или шайников которые не могут использовать свои инструменты я вижу людей которые делают такие ножи что думаешь и где же это использовать они непрактичны если ты посмотришь на ножи тех людей о которых я говорю их рот будет еще долгое время пользоваться спросом потому что производители и я в том числе мы делаем инструменты с которым работаем сами и хотим чтобы и другие могли работать с ними когда видишь ножи которые неудобны для использования сразу хочется убрать и удивляешься как можно сделать то что не работает если я ставлю свое имя на инструмент он должен работать и я хочу чтобы мои ножи обладали всеми нужными качествами и это есть разница между мной и другими также я вижу людей которые танцуют со своими ножами но то что в их руках не предназначено для этого например вертеть нож искусно перед собой и еще провести им сзади головы я могу и я могу и могу этому научить как инструктор но то не является моим повседневным занятием то же самое с ножами например те что с хуками можно поломать все пальцы люди не хотят это брать во внимание делать ножи это самое классное что есть в мире это также учит меня быть честным честным с собой честным с людьми мой инструмент он либо работает либо нет и если один человек скажет что то не то другой так же далеко не уйдешь использование самого инструмента заставляет меня быть честным в работе а я ведь учу многих людей о том как использовать нож в уличных ситуациях и когда после люди придут и скажут спасибо твоя система и твой нож спасли мне жизнь жизни моих близких это значит что инструмент такой каким он должен быть как бы человек не был напряжен в ситуации если он сможет хоть как-то сработать с оружием это уже хорошо когда человек говорит тебе что твой инструмент спас его жизнь в таких ситуациях понятно работает ли нож нож это друг человечества я рад что я могу изготавливать ножи я рад что я изменил многое изготавливания ножей я рад что люди используют мои ножи и используют мой стиль работы и я буду продолжать в этом направлении это моя жизнь многие не понимают что моя система ножевого боя и мои ножи они взаимосвязаны это не мое хобби это не спорт не работа это моя жизнь мне будет 63 19 числа и я был с ножом в руках с 4 лет и я занимаюсь воинским искусством 52 года моя мама была доктором отец художником и они говорили почему бы тебе не найти работу а я говорил это и есть моя работа моя мама мне сказала что она не верит своим глазам то насколько за последние 10 лет моя работа повлияла на воинское искусство брэм сколько у вас есть ножи которые сделаны по вашему дизайну сейчас у меня есть тактический тантал классический брэм и нож с округленным ножом и первая в мире складывающаяся катана есть ножи с удивленными лезвиями женские тактические ножи с острым концом закругленным концом все пишут названия вот сюда на лезвие на моих написано ближе к концу лезвие потому что больше всего работы с ножом происходит именно там а не здесь также переделал ножи прейсоса ножи бола есть и традиционный также и тактический бола ножи бола можете показать это филиппинский боец другая сторона лезвия она не острая также я продумал рукоять внизу есть специальные выступы которые не позволяют руке выскользнуть легкое соприкасание ножа и все разрез в основе лежит дизайн прейсоса это нож бола примерно 7 дюймов обычный бола имеет 14 дюймов я делаю традиционные тактические бола ножи и я учу своих учеников как использовать эти ножи в честь профессора прейсоса его семьи как вс'! упал «б gates Rice» вовсе фоку equity счастливой добави к и ratt б она у до в zob вы käytt у Субтитры создавал DimaTorzok